Указанная категория должностных лиц, в количестве 23 человек, для проведения сборов по вопросам территориальной обороны собрана. Военный комиссар Могилевской области, полковник Горошенко. Ваши офицеры. В зале Дворца искусства руководящие лица городских и районных исполнительных комитетов. Дресс-код, одежда в стиле милитари, 17 декабря, день Д. В 10 утра начинается завершающая фаза первого этапа командно-штабных учений белорусской армии. В центре внимания территориальные войска. После обсуждения плана действий руководящая группа направляется в пункт управления без сопровождения видеокамер. Военная тайна. Товарищ председатель областного исполнительного комитета, товарищ генерал, управление внутренних дел организовано в рамках учения территориальной обороны, работа контрольно-пропускного пункта, докладывает полковник Голков. Двое желание. Этапу командно-штабного учения, которое завершается сегодня, предшествовал довольно-таки длительный подготовительный период. Начался он с призыва военнообязанных, постановки их в строй, приведения к присяге лиц, не принимавших ее районами территориальной обороны. Были получены все необходимые материальные средства, вооружения, боеприпасы. Проведено слаживание штабов районов, боевое слаживание подразделений территориальных войск. По замыслу учений на территории Бобруйского района оборудован КПП. Состоит он из инженерно-технических сооружений. Главная задача – контроль за передвижением транспортных средств в район территориальной обороны. Прибывает первая машина. С помощью спецсредств проверяется автомобиль. Все чисто, может проезжать. Второе авто. Ситуация противоположная. Противник пытается проникнуть на объект. Начинается задержание. Тем временем вторая группа проникает со стороны леса. Завязывается перестрелка. Территориальные войска – это симбиоз правоохранительных и военных органов. Плюс министерство по чрезвычайным ситуациям и медицинские службы. Без раненых на войне не обходится, без пожаров и поджогов тоже. Но и это еще не конец. Диверсионно-разведывательная группа выходит из лесополосы на открытую местность. На пути у них засада – стрелковый батальон территориальных войск. Задача одна – уничтожить противника. Задача выполнена. Далее работает Следственный комитет. Они уже и находят ответы на все вопросы. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считая, что цели учения достигнуты, мы получили, мы и прежде всего руководители местных исполнительных органов получили достаточную практику для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях обстановки. Хотелось бы, чтобы мы практически это никогда не применяли в нашей поколенной жизни. Обеспечивали стабильность развития наших регионов. Нагилевской области, Республики Беларусь. Всегда порох держали сухим. Мы были всегда готовы защитить свою землю, свою родину. Суть проверки – оценить, насколько на местах готовы выполнять учебно-боевые задачи. Личный состав отработал охрану важных объектов, борьбу с незаконными вооруженными формированиями и обеспечение режима военного положения. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.